Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск Лайв. Я Мария Вересневич, и мы начинаем. Какие главные задачи стоят сегодня перед ведомством? Это реализация единой государственной политики. Эксперты являются персоналами своего дела. Что сегодня собой представляет Бабруиский межрайонный отдел и в чем его уникальность? Самый крупный межрайонный отдел не только в Могилевской области, но и в Республике Беларусь. Экспертиза достаточно сложная бывает. Как оцениваете профессионализм вашего коллектива? Своевременная проверка по криминалистическим учетам позволила установить 77 лиц, причастность которых к преступлению в дальнейшем была установлена. В случае необходимости мы приступаем к микроскопическому исследованию. Денис Алексеевич, здравствуйте. Госкомитет судебных экспертиз вносит значительный вклад в обеспечение законности и правопорядка. Это отметил сам президент. Расскажите, какие главные задачи стоят сегодня перед ведомством? Ну, хотелось бы отметить, что история создания нашего ведомства началась с подписания главы государства Александра Маригорьевича Лукашенко указа номер 202 об образовании Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 22 апреля 2013 года. Экспертная служба существовала задолго, конечно, до создания комитета. Например, в этом году эксперты-криминалисты отметили свое 105-летие. Уже в 90-х годах стал вопрос реорганизации экспертной структуры, вообще экспертных организаций в единое ведомство, так как они сталкивались с рядом возникших проблем. Это и проблемы в материально-техническом обеспечении, и нехватка кадров. Эксперты-криминалисты зачастую выполняли несвойственные им задачи, не связанные с проведением экспертизы. Что и послужило причиной принятия главой государства решения о создании единого ведомства, в котором объединены эксперты различных специальностей. Какие задачи стоят перед Государственным комитетом и перед экспертами в целом? Конечно же, это обеспечение судебно-экспертной деятельности, это реализация единой государственной политики в области судебно-экспертной деятельности, включая научно-методическое обеспечение. Это и международное сотрудничество, и от других задач. Исходя из стоящих задач, Государственный комитет судебных экспертиз выполняет ряд функций. Это проведение судебных экспертиз по гражданским, уголовным делам, делам административных правонарушениях, по материалам проверок о преступлениях, по материалам государственных органов, также по обращениям граждан. Также введение криминалистических учетов, обеспечение участия специалистов в осмотрах мест происшествий, других следственных и процессуальных действий, а также ряд других функций. Что сегодня собой представляет Бобруйский межрайонный отдел и в чем его уникальность? Бобруйский межрайонный отдел на сегодняшний день – это самый крупный межрайонный отдел не только в Могилевской области, но и в Республике Беларусь. Он обслуживает территорию трех городов и районов. Это Бобруйский район, Кировский, Глузг и, соответственно, Кировский и Глузг. По отдельным направлениям судебно-экспертной деятельности мы обслуживаем Осиповичский район и Кличевский район. В Бобруйском межрайонном отделе проводится порядка 50 различных видов и подвидов судебных экспертиз. Только в 2023 году экспертами отдела проведено около 6 тысяч экспертиз различного вида. Практически ежедневно на исследования к специалистам, к экспертам сектора специальных экспертиз поступают наркотические вещества. Это исследование очень важно для дальнейшего принятия процессуального решения правоохранительными органами. Наши эксперты устанавливают характер и химический состав вещества, которые поступают на исследование. Как правило, это порошкообразные вещества, жидкости, таблетки, а также растительного происхождения вещества. Основная масса наркотических средств, которые поступают на исследования, это так называемые дизайнерские наркотики. Это альфа-ПВП, мифедрон, 4-ЦМЦ. Небольшую часть, около 15-20% от всех исследуемых наркотических веществ составляют наркотические вещества растительного происхождения. В 2023 году, как пример, экспертами исследовано более 1700 различных объектов. В рамках одной экспертизы было исследовано около 150 закладок. По результатам экспертизы установлено, что в них находится особо опасное психотропное вещество альфа-ПВП. К уголовной ответственности привлечен 32-летний бубруйчанин. Зачастую при осмотре мест происшествия раскрываются преступления по горячим следам. Как оцениваете профессионализм вашего коллектива? Действительно, эксперты привлекаются в качестве специалистов для проведения осмотра мест происшествия. Как правило, это судебно-медицинские эксперты и эксперты-криминалисты. Судебно-медицинские эксперты привлекаются в случаях сообщения о гибели граждан или смерти граждан. В чем заключается работа судебно-медицинских экспертов? Это в первую очередь определить наличие или отсутствие каких-либо телесных повреждений, провести их описание, установить механизм образования характера данных телесных повреждений. Эксперты-криминалисты на осмотрах мест происшествия осуществляют фиксацию обстановки на месте происшествия. Также проводят действия по обнаружению и изъятию следов и различных объектов. Также оказывают помощь следователю в их описании и упаковке. В 2023 году экспертами Бобруйского международного отдела проведено около 1500 осмотров, в ходе которых изъято более 800 только криминалистических следов. Изъятые с места происшествия криминалистические следы, их своевременная проверка по криминалистическим учетам, позволила установить 77 лиц, причастность которых к преступлению в дальнейшем была установлена. Хотелось бы отметить, что эксперты оказывают помощь не только в раскрытии преступлений по горячим следам, но и современные методы исследований, наличие качественного оборудования позволяют раскрывать преступления прошлых лет. К примеру, несколько лет назад было раскрыто преступление, совершенное в Бобруйске, убийство Бобруйчанки, которое было совершено в 2001 году. Благодаря проведенной генетической экспертизе на веревке, которая была задушена потерпевшая, было выделено ДНК, в дальнейшем был установлен преступник. Хочу отметить, что преступник понес заслуженное наказание спустя 20 лет после совершения преступления. Такие примеры говорят сами за себя о профессионализме наших экспертов и качестве и результатах их работы. На связи профессионалы. Сначала мы фотографируем. 24 на 7. Это, как правило, бывает табак. Тайное становится явным. Эксперты являются профессионалами своего дела. 11 лет назад с легкой руки главы государства в стране появился комитет судебных экспертиз. Он решил сразу несколько проблем, которые не позволяли эффективно выполнять задачи. В структуру вошли высококлассные специалисты, опытные криминалисты, сотрудники МЧС и эксперты других направлений. На сегодняшний день к нам поступают различные объекты. Это бывают и вещества в виде порошков, бывают в виде таблеток, бывают жидкости. Жидкости могут быть в шприцах, в бутылках, во флаконах. Также объектами являются вещества растительного происхождения. От медицины до самолетостроения. Сегодня комитет проводит экспертизы, которые иногда не укладываются в голове. Оценка изъятого оружия, жидкости, дактилоскопические, тросологические, баллистические, портретные, запаховые исследования. В перечне 160 видов и подвидов экспертиз. Эксперты могут со стопроцентной вероятностью определить, употреблял ли человек наркотик, даже если это было 3 месяца назад. Мы можем определить следовое количество наркотических средств. Это в ныхтях, в путошаровых выделениях, в слюне, в любых других выделениях биологических человека, на одежде, в карманах где-то, на каких-то там других объектах. Исследование наркопсихотропов, их аналогов и прекурсоров, как и любого предмета в судебной экспертизе, заключается в поэтапном подходе. В первую очередь, фотофиксация объекта и упаковки, в которые он поступил. Далее специалисты описывают и определяют массу, объем. В среднем весь процесс занимает не больше трех часов. На 30-й минуте уже есть промежуточный результат. В случае необходимости мы приступаем к микроскопическому исследованию. Это зависит от того, какой природы объект. Если это растительное происхождение, обязательно микроскопия. Если это синтетическое, то есть порошок или жидкость, то здесь не требуется микроскопического исследования. После этого момента мы приступаем уже непосредственно к подготовке объекта для более уже сложных методов исследования. Качество и оперативность, передовые технологии, научные исследования, мобильность, опыт экспертов. От их зоркого глаза не скрыться. В 2023-м специалисты приняли участие в почти 45 тысячах осмотрах мест происшествий. С использованием криминалистических учетов установлено 8,5 тысяч совпадений, которые помогли установить злоумышленников. Экспертиза достаточно сложная бывает, многообъектовая. Привлекаются для этой цели еще несколько экспертов. То есть не один работает, а мы работаем в комиссии, в команде, для того, чтобы получить необходимый результат. Компетентность, беспристрастие, объективность. В минувшем году в комитет судебных экспертиз по Могилевской области поступило под 25 тысяч постановлений о назначении исследований. По некоторым видам наблюдался рост. Среди них экспертизы радиоэлектронных устройств и электробытовой техники, лингвистические, товароведческие, психологические, пожарно-технические. Многолетний опыт квалифицированных специалистов перенимает и молодое поколение. Те, кто только начинает делать первые шаги в непростой профессии. Полностью мне помогают в адаптации к данной работе, полностью предоставляют мне все материалы, которые мне могут помочь для повышения моей квалификации как судебного эксперта. Не ошибается тот, кто не работает. Работа судебного эксперта регламентирована нормативно-правовыми актами. Каждое действие имеет свой алгоритм, плюс четкая многоступенчатая система контроля. Мне очень повезло, что я попал в такой коллектив, так как здесь все эксперты являются профессионалами своего дела, обладают широким спектром знаний в разнообразных сферах деятельности, и они мне передают эти знания. Знание методик, видение признаков, заключение судебного эксперта зачастую становится решающим аргументом при расследовании серьезных преступлений. А потому он не имеет права на ошибку. Чем точнее экспертиза, тем эффективнее следствие. В веществе обнаружены высокомолекулярный полиэтилен, поливинилхлорид, каучуки и другие высокотехнологичные материалы. Даже так? Это какой-то новый синтетический наркотик, что ли? Какой-то старый добрый пластилин. Навыки и специальные знания, которыми обладают судебные эксперты, помогают в раскрытии уголовных преступлений, разрешении гражданских споров. А новейшие технологии и профессионализм позволяют пролить свет на нераскрытые дела даже спустя десятилетия. Профессия судебного эксперта многогранна и насчитывает большое количество специализаций. Но все они объединены общей целью – служить закону, защищать права и законные интересы граждан, быть объективными, честными и трудиться во благо Отечества. А как часто эксперты сталкиваются с фальшивками и что чаще всего подделывают? Денежные билеты Центробанка Российской Федерации. Могут ли эксперты установить любое вещество, которое привело к летальному исходу? Эксперты-химики в силах обнаружить любое количество, даже самое минимальное вещества. Вы проводите экспертизы не только для правоохранительных органов, но и для граждан. Какие самые востребованные в Бавруйске? Это исследование маркировочных обозначений транспортных средств. В Бавруйске международный отдел заинтересован в приходе молодых специалистов? Любое учреждение, организация заинтересована. Смотрите ли вы фильмы о криминалистах и насколько реальность отличается от того, что мы видим в сериале? Режиссеры, сценаристы, авторы, они в любом случае немного преувеличивают. Что касается экспертизы документов, как часто эксперты сталкиваются с фальшивками и что чаще всего подделывают? Деньги, права или что-то еще? Часто экспертизы – это экспертизы денежных знаков. Как правило, это денежные билеты Центробанка Российской Федерации и Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки. Практически ежемесячно к нам поступает порядка 4-5 объектов. Эксперты, исследуя, устанавливают способы печати, устанавливают, изготовлены ли эти денежные знаки предприятиям, которые занимаются изготовлением денежных билетов. К примеру, в 2023 году исследовали эксперты денежные билеты Центробанка Российской Федерации достоинством 5000 рублей по факту сбыта около 30 купюр жителями города Белыноч на территории Кировска и города Бобруйска. У одного из данных фигурантов были изъяты права и паспорт, которые после проведения исследований также установлены, что они поддельны. Также эксперты проводят исследования водительских удостоверений и свидетельств о регистрации технических средств. Ну, их не так много, конечно, как денежных билетов, около 10 в год. Также исследуем различные документы, так как граждане зачастую с каких-то своих корыстных целях вносят различные изменения в документы. Это и изменяют даты в справках о временной нетрудоспособности, исправляют даты в медицинских справках, удостоверениях инвалида, изменяют группу инвалидности. То есть граждане, может быть, недопонимают, что эти действия за собой влекут в дальнейшем уголовную ответственность. Нередко в новостных лентах можно встретить заголовки о том, что человек погиб от отравления ядохимикатами, алкоголем, либо наркотиками. Могут ли эксперты установить любое вещество, которое привело к летальному исходу? Установлением различных химических веществ, которые послужили причиной расстройства здоровья или гибели граждан, нас занимается судебно-медицинская химическая экспертиза. На сегодняшний день эксперты-химики в силах обнаружить любое количество, даже самое минимальное вещество в крови, либо в различных биологических жидкостях. Даже при исследовании волос человека они могут установить наличие наркотического вещества, установить, употреблял ли человек наркотические вещества однократно, либо он употребляет их на системной основе. Даже они могут обнаружить следы наркотического вещества по истечению месяца и даже года. Поэтому данное исследование позволяет с точностью определить наличие конкретного вещества в организме человека. Но данный вид исследований проводится у нас только в Могилеве. По Бруйском международном отделе мы проводим химическое и биохимическое исследование биологических жидкостей. Что касается отравлений, основное количество отравлений – это отравление этиловым алкоголем. Оно составляет 90% всех случаев от отравлений. На втором месте – это отравление угарным газом. И третье место – это отравление различными ядами, лекарствами, различными суррогатами, включая суррогаты алкоголя. В нашей жизни возможно представить себе с гаджетов телефоны, планшеты, ноутбуки хранят информацию о человеке, об организации их деятельности. Какая работа в этой части проводится? В Бруйском международном отделе проводятся компьютерно-технические экспертизы и экспертиза радиоэлектронных устройств. К примеру, по делам о незаконном обороте наркотика зачастую назначаются экспертизы радиоэлектронных устройств. Перед экспертом стоит вопрос о обнаружении интересующей информации. Эксперты в ходе проведения экспертизы восстанавливают удаленные фотографии, на которых расположены изображения мест закладок. Также восстанавливают переписку фигуранта с куратором своих действий. Также такой вид экспертизы проводится на платной основе и для граждан. Вопросы, с которыми обращаются граждане, это восстановление удаленной информации с компьютера, либо мобильного устройства, а также извлечение необходимой информации с неработающего устройства мобильного. Также эксперты проводят экспертизу в случае претензии у покупателя к продавцу по дефектам, имеющимся на смартфонах, либо планшетах. Но данный вид экспертизы проводится только в судебном порядке. Вы проводите экспертизы не только для правоохранительных органов, но и для граждан. Какие самые востребованные в Бобруйске? На сегодняшний день самая востребованная экспертиза для граждан – это исследование маркировочных обозначений транспортных средств. Основной причиной – это коррозийное изменение маркировочных площадок в результате длительной эксплуатации автомашин, либо удаление заводских табличек. В этом случае граждане обращаются к экспертам для того, чтобы они установили первоначальный идентификационный номер транспортного средства. Эта экспертиза проводится у нас в городе Бобруйске по улице Горького, дом 1. Срок проведения экспертизы по договорам составляет 30 дней, но для того, чтобы создавать удобство для граждан, эти экспертизы стараемся проводить в течение не более 10 дней. Также любой человек может онлайн записаться на сайте Государственного комитета во вкладке «Управление по Могилевской области», где в течение не более 5 дней его машина будет осмотрена. Конечно, возникают сложности в зависимости от вида изменения номера, каким способом он видоизменялся. В этом случае, конечно, время экспертизы немного увеличивается, но в любом случае оно не будет более 30 дней. Какая стоимость экспертиз для граждан? Для граждан стоимость экспертиз варьируется в зависимости от времени, которое тратит эксперт на ее проведение. К примеру, как мы уже говорили выше, проведение экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств будет порядка 170 рублей. Могут ли в обручании установить родство, если, например, мужчина сомневается от него ли ребенок? Да, конечно. Сейчас у нас проводится генетическая экспертиза на базе управления по Могилевской области. Но вместе с тем в Бобруйске организовано для удобства граждан отбор образцов для проведения экспертизы, а также составление договора на проведение данной экспертизы. То есть граждане могут обратиться в сектор судебно-медицинских экспертиз, расположенный по адресу улица Пушкина, дом 110. Соответственно, с документами заключить договор, эксперты отберут образцы. Это образцы матери, ребенка и предполагаемого отца. Заключают договор, и экспертиза направляется в Могилев, где проводится срок не более 30 дней. Данные экспертизы могут проводиться как по заявлению граждан, так и проводятся при каких-то судебном порядке, то есть при решении гражданских споров в суде по установлению отцовства, например. Бобруйский межрайонный отдел заинтересован в приходе молодых специалистов? И что нужно, какое образование иметь для того, чтобы стать криминалистом? Конечно же, Бобруйский межрайонный отдел, как и любое учреждение, организация, заинтересована в приходе молодых специалистов. Конечно, молодые специалисты должны обладать соответствующими качествами. То есть, первое, быть увлеченным той профессией, которую они выбирают. Быть добропорядочными, ответственными, грамотными людьми. Средний балл, который мы берем по диплому, рассматриваем кандидатов, чтобы был обязательно выше среднего, имел соответствующую профессию, которая позволяет ему выполнять экспертную работу в дальнейшем. Экспертов-криминалистов у нас на сегодняшний день готовит Академия МВД Республики Беларусь. Кандидатом для поступления на службу может быть любой учащийся со средним образованием, не привлекался к административной ответственности, имеет хорошую физическую подготовку, имеет удовлетворительное физическое здоровье, так как при приеме на службу или при поступлении в Академию обязательно проходит медицинское свидетельствование. Не должны привлекаться к административной ответственности, но и быть патриотами своей страны, увлеченными людьми. Это самое главное требование, я думаю, в любой профессии. Что касается других экспертных специальностей, здесь принимаем мы опять же с теми же требованиями, имеющих высшее образование по соответствующей специализации, то есть это и судебно-медицинские эксперты, и эксперты-химики, и эксперты, которые берутся на работу подразделения технических экспертиз, специальных экспертиз. Но необходимо пройти переподготовку в Институте повышения квалификации переподготовки кадров Государственного комитета судебных экспертиз. Смотрите ли вы фильмы о криминалистах и насколько реальность отличается от того, что мы видим в сериале? Ну, конечно, как, я думаю, большинство жителей нашей страны, я смотрю фильмы о работе милиции, где зачастую показана работа экспертов. Но хотелось бы отметить, что режиссеры, сценаристы, авторы, они в любом случае немного преувеличивают те возможности экспертной науки, либо немножко перебарщивают со сроками проведения этих экспертиз, да, когда мы смотрим фильм и видим, что только изъятые следы, через час, через 15 минут уже готовы по ним результаты. В жизни намного все сложнее, потому что экспертиза в любом случае – это кропотливый, длительный процесс. Также и осмотр места происшествия – это не просто приехать, посмотреть и уехать. Это длительная, сложная работа, порой даже часами, иногда и сутками, которая проводится в зависимости от сложности преступления или происшествия. Поэтому авторы и режиссеры в фильмах, конечно, основной акцент делают на то, чтобы это было интересно зрителю. Некоторые фильмы, конечно, передают все тяготы экспертной работы, ну а некоторые, как я уже отметил, с разряда фантастики, можно так сказать. Какие планы сегодня у Бобруйского международного отдела, какие перспективы на дальнейшую? Первостепенной задачей является поддержание действительно качества экспертиз на высоком уровне, потому что за каждой экспертизой стоит судьба человека. И здесь даже маленькая ошибка эксперта может привести к каким-то очень неприятным последствиям. Поэтому эксперт должен всегда понимать свою ответственность, понимать ту роль, в которую он играет в деле правоохранительной деятельности. и давать объективное и научно обоснованное заключение.